Во Владикавказе стартовали соревнования по армейскому гиревому спорту. Около 80 участников в шести весовых категориях борются за звание победителя. Следующий этап это соревнования Южного военного округа. В состязаниях по гиревому спорту также участвуют и женщины. Секретами подготовки делились с Хетагом Плиевым. Помимо доктических знаний, солдат должен быть сильным и выносливым. Чтобы поддерживать себя в хорошей физической форме, нужно постоянно работать над собой. Вот и сегодня служащие 58-й армии собрались, чтобы определить лучших в гиревом спорте. Скажи, пожалуйста, как думаешь, как выступишь на соревнованиях? Думаю, хорошо. Толго готовился? Где-то около месяца готовился. А кто, я еще и мастер спорта. На соревнованиях армейцы соревнуются в двух видах – рывке и толчке. В каждом из них свои правила. Нарушение хотя бы одного из них может не только лишить бойца баллов. Участник может повредить мышцы. При выполнении задания ноги должны быть полусогнуты, а спину и руку надо держать прямо. Главное – не переставать делать рывки. В противном случае спортсмен получит замечание. Хотя, если рука и устанет, то один раз можно и поменять. Среди солдат есть и те, кто не раз выигрывал соревнования. Лучшими становились и на всероссийских турнирах. Один из них – Александр Евдокимов. Только в республике он выходил в лидеры шесть раз. Молодой человек признается – с каждым годом старается улучшать свои результаты. Вообще гири – такой вид. Очень хорошо сейчас популяризируется, развивается. Вообще не только в вооруженных силах, но и вообще в стране в общем. В армии, чемпионаты вооруженных сил округа – все проходит на высшайшем уровне. Спортсмены, заслуженные мастера спорта, международного класса выступают. Очень сильно ребята, девушки очень сильно прибавили. Существует стереотип, что гиревой спорт только для мужчин, но не для российской армии. Нет, это, мне сказать, многофункциональный, универсальный вид спорта. Поэтому этим спортом могут заниматься все. Даже женщины до 30, женщины свыше 30, мужчины – это обязательно, конечно. Это вид спорта, который не только закаляет, но и совершенствует физическую структуру тела. У вас муж есть? Пока нет. А парень? Есть. Как относится к мужу? Он вместе со мной занимается гиревым спортом. Поприветствовать солдат приехал замкомандующего 58-й армии Владимир Амельянович. Он пожелал участникам удачи. По его словам, уровень северостинских бойцов высок, но тем не менее физическую подготовку нужно регулярно улучшать. Для этого и проводят соревнования по гиревому спорту. Армейский гиревой рывок, который выполняется в ходе первого этапа состязаний, он отличается тем, что военнослужащие будут проверены силу и выносливостью. А как важно это вообще солдату быть сильным? Я считаю, что при выполнении боевых задач, учебно-боевых задач, это качество просто необходимо военнослужащему в настоящее время. Соревнования завершатся уже сегодня. Лучшие через месяц отправятся представлять 58-ю армию на турнир, где выступят солдаты Южного военного округа. Феток Плиев, Сергей Гоглоев, Новости Осетии.